На прошлом уроке мы с вами решили одну проблему по замедлению работы нашего приложения. Мы отказались от метода FundViewBid, который является слишком дорогим для нашего приложения, и упростили наш код. Но также имеется вторая проблема, которая связана с тем, что при переходе с одного Activity в другое, приложению, написанному на Android, необходимо некоторое время для того, чтобы перейти на другой Activity и запустить его. Это, конечно, доли секунды, но все равно это также нагружает ваше Android приложение, и на медленных смартфонах это будет заметно. Так что же делать? Нам на помощь приходит Navigations Architecture Component, разработанный компанией Google. Его концепция состоит в следующем, что во всем вашем приложении должно быть лишь одно Activity, в которое подгружаются различные фрагменты, в зависимости от того, как ведет себя пользователь с вашим приложением. То есть, например, происходит не переход с одного Activity на другой, а в качестве приложения в Activity по умолчанию устанавливается в качестве главного один фрагмент, а при клике по кнопке, допустим, происходит просто смена фрагмента. Это сделано с целью того, что смена фрагмента происходит моментально и никак не нагружает ваше мобильное приложение. По факту для пользователя ничего не меняется. Он также видит смену экранов. Итак, давайте реализуем этот подход. У вас под видео будет ссылка на страницу. Вам нужно будет оттуда брать все данные, которые я сейчас вам покажу. Смотрите. Сначала мы должны... Давайте откроем наш файл строитель, вот этот App, в котором мы уже работали. И вот здесь в Dependencies нужно ввести переменную. Эта переменная будет означать текущую версию Navigations Architecture Component. Вот, я ввел версию 2.3.0. Если мы перейдем с вами на сайт, если мы с вами перейдем вот на этот сайт, то мы увидим, что текущая версия также 2.3.0. Также нам нужно теперь привязать к нашему... Также нам нужно теперь привязать к нашему мобильному приложению текущую библиотеку Navigation Architecture Component. Ведь только мы заявили текущую версию, но мы не подключили еще библиотеку. Для этого ставим курсор мыши здесь в конце. Спускаемся вниз на одну строчку. Я вставляю вот этот код. Вы этот код можете взять по подключению на этой же страничке. Вот он. Для языка Kotlin вот вставляете, копируете вот эти две строчки и вставляете. Теперь вам нужно открыть строитель BuildGradle, но уже не для приложения, а для всего проекта. И сюда мы также с вами должны вставить текущую версию. Копируем из BuildGradle App. Тут у нас вставленную версию. Приходим в BuildGradle для проекта. И вот где Dependencies, вот здесь. Спускаемся вниз, вставляем текущую версию. И возвращаемся на сайт. Спускаемся вот до этого периода. Спускаемся вниз. И вот тут видите, есть Java, есть Kotlin. Тут показывается, как будет происходить передача. Но нам не... И спускаемся до этого фрагмента, где Navigation to Destinations. И вот здесь спускаемся вниз. И вот тут нужно нам скопировать вот эти две строчки. Возвращаемся на наше приложение. Файл BuildGradle для всего проекта. И здесь вот внутри Dependencies вставляем скопированные две строчки. Вот так вот. Затем возвращаемся в BuildGradle для приложения. Переходим снова на сайт наш. Возвращаемся на сайт. И нужно нам скопировать подключение специального плагина для Kotlin. Вот мы копируем его. Возвращаемся в наше приложение. И вот здесь сверху мы должны подключить скопированный плагин. Вот здесь. Теперь давайте синхронизируемся. Сверху видите ссылка синхронизация. Наш проект синхронизировался. Все отлично. Теперь что нужно сделать? Идем в ресурсы. И в ресурсах нужно создать папку Navigations. Правая кнопка мыши, стоя на папке ресурсы. New Directory. Назовем. По-разному можете назвать. Но лучше назвать Navigations. Enter. Появилась папка Navigations. Становимся на папку Navigations. Правая кнопка мыши. New Navigations Resource File. Здесь нужно дать название Nav. Нижнее подчеркивание. Graph. Ок. Здесь Nav Graph. Вот файл. Переключаемся на дизайн. Отлично. Смотрите. Сейчас я все это лишнее закрою. То, что у меня. Теперь что нам нужно сделать? Все, что нам нужно сделать, это перейти, находясь на шаблоне activity main.xml. Ну или другое, если у вас шаблоне .xml. То есть на единственном activity, который мы подразумеваем. Выбрать дизайн. Вкладка дизайн. И здесь через поиск найти. И здесь можете ввести хост. Вот Nav Host фрагмент. Кликаем по нему. И вот так вот переносим сюда. Переносим на наше activity. Вот так и отпускаем. Нов граф выбираем. Ок. Переходим в код. В вкладку код. И вот у вас будет также под видео. Будет называться что-то вроде образец Navigations Host. Как-то так будет называться. Вы открываете в общем эту инструкцию. И копируете вот эти все атрибуты, которые должны быть здесь. Я их возьму из примера. Вы берете прямо вот так. И вставляете из примера. Так, это спускаемся. Ну и здесь закрывающуюся кавычку ставим. И вот здесь ставим слэш. И он закрывается, наш фрагмент. Давайте спустим чуть-чуть. Все, отлично. Мы вставили с вами, все мы с вами вставили Navigations Architecture Component. И вот в этот фрагмент, то есть как бы относитесь к этому фрагменту как ячейку, в которую будут загружаться ваши фрагменты. То есть мы получаем, у вас есть в приложении Activity, самое центральное, главное. И на протяжении работы всего мобильного приложения она никуда не будет, у вас пользователь никуда не будет переходить с этого Activity. Но внутри этого Activity есть вот этот Navigations Architecture Component, который является как бы ячейкой в виде фрагмента. Он заполняет, смотрите, весь на ваш экран. Match Parent стоит. И вот в этот как бы блок, блок Navigations Architecture Component будут загружаться различные фрагменты. Все, Activity Main мы закрываем, она нам больше не нужна. Теперь давайте переходим вот в Navigations Graph и добавим первый фрагмент, который будет главным. И главным, с которого будет стартовать наше мобильное приложение для создания этого фрагмента. Вот наверху, вот тут есть телефон с плюсом, кликаем по нему, выбираем, кликаем по кнопке создать новый. Фрагмент бланк остается у нас. Next. Обычно его на первый фрагмент называют Home. Kotlin. Все выбрали. Finish. И создается первый фрагмент. Видите, он уже здесь определился. Вы можете, конечно, передачить все это влево, чтобы порядочить, но все равно будет сдвигаться вправо. Вот. И давайте для примера создадим второй фрагмент, куда будет происходить переадресация. Например, мы создадим фрагмент. Давайте создадим фрагмент каталог. Давайте по плюсу кликаем, добавляем новый фрагмент. Blank. Next. И здесь название фрагмента. Каталог. Фрагмент каталог. Здесь давайте на каталог поменяем. И finish. И собирается второй фрагмент. Теперь давайте вот так вот упорядочим. Видите, вставился второй каталог. Чуть-чуть отнесем. И все, что вам нужно. Так. У нас просто собирается сейчас фрагмент. Поэтому для того, чтобы настроить переадресацию, вам здесь что нужно сделать? Вставить, кликнуть по фрагменту, с которого будет происходить переадресация. То есть мы будем переходить со фрагмента Home. Он у нас главным. Появляется такая точка. Мы захватываем эту точку левой кнопкой мыши и протягиваем до второго фрагмента. В результате образуется вот такая стрелка. Допустим, если мы кликнем сюда. Видите, справа панель. Нам для того, чтобы получить данные перехода, нужно кликнуть по стрелке. И вот они, данные перехода. Но пока не об этом. Давайте пока настроим наши фрагменты. Java открываем. Home нам нужен и каталог. Как в прошлом уроке, удаляем все лишнее. Удаляем все лишнее. Оставляем, как вы помните, только вон Create View. И удаляем вот так вот. Все отлично, удалили. Давайте подключим Data Binding. То есть, вы помните, как private? То есть, это приватная будет переменная, которая доступная только в этом классе. Она имеет у нас тип. Дальше мы не хотим ее инициализировать через нулабельную переменную. Поэтому вводим вот этот признак. LatentWare. LatentWare. LatentWare и Binding. Ставим двоеточие для указания типа. И класс у нас называется Home. Но перед тем, как уйти подключить бандинг, нам нужно открыть шаблон этого класса Home. И здесь, как вы помните, для того, чтобы подключить бандинг, нам нужно указать лаяуты. Здесь лаяут. Закрываем. Делаем пространство. Сюда переносим лаяут. Так, здесь вот надо было удалить. TextView удаляем. Оно нам не нужно. Мы кнопочку разместим. Далее спускаемся. Подсоединение библиотек. Копируем. Удаляем. И вставляем в этот лаяут. Все. Отлично. Переходим в класс Home. И здесь нужно указать тип этой переменной. Класс у нас Home. Поэтому вводим Home и Binding. Вот, пожалуйста. Все работает. Теперь нам нужно подключить сам бандинг сюда. Мы обращаемся к нашему объекту Binding. Ставим равно. Обращаемся к классу DataBindingUtil. Для того, чтобы настроить подход бандинг к этому классу. И так как это у нас фрагмент, мы должны с вами поставить точку. Вызвать его метод Inflate. То есть, который вот, например, видите, здесь Inflate, который наполняет наш фрагмент элементами из шаблона. Здесь уже, видите, вот тут Inflate. Но у нас есть еще Inflator. Здесь вызываем Inflator. Ставим запятую. Вот это все удаляем. До момента упоминания нашего шаблона. Все. Остальное все оставляем. То есть, получается, у нас Binding через класс DataBindingUtil. Вызываем метод Inflate для наполнения шаблоном. Inflator, указываем шаблон, контейнер, холл. Все остается. Остальное по поводу расшифровки всех этих функций вы знаете. Вы же можете взять в инструкции. Спускаемся вниз. И здесь мы должны с вами вызвать метод Return. То есть, возврат. Нам нужно вернуть этот фрагмент для того, чтобы отобразить его на экране. И Binding. Так как фрагмент у нас положили в Binding. И поставить точку. И вызвать метод Root. Ну, с этим вы уже все знакомы. Теперь нужно настроить второй класс, второй фрагмент, каталог. Куда будет происходить переадресация. Здесь мы также удаляем все это лишнее, ненужное. Метод OnCreate. Удаляем OnCreateView. Оставляем. И все остальное также вычищаем. И также открываем Shop. Также открываем каталог здесь. Тут, в принципе, нам не нужно Binding подключать. Потому что мы ничего здесь не будем делать в этом фрагменте. Ну, если вам новое, будете дальше подключать. Здесь единственное, для того, чтобы понять, что мы сюда перешли, мы здесь напишем большими буквами каталог. Действия здесь никакие не будут производиться. Ну, поэтому мы не будем тратить время. И не будем здесь подключать Binding. Но вы, когда будете разрабатывать свое мобильное приложение, вы везде будете подключать Binding. Каталог мы настроили. Все это настроили. Теперь в Home возвращаемся. Нам нужно поставить кнопку Button. AppCompate Button. WrapContent. WrapContent. Давайте внутрь FrameLayout'а поставим компоновщик ConstraintLayout. Сделаем по всей ширине, по всей высоте. Так, мы расположили контейнер ширине и по высоте с заполнением всего фрагмента. Теперь закрываем так. Закрываем начальную часть ConstraintLayout'а. Спускаем конечную часть ConstraintLayout'а. И внутрь этого ConstraintLayout'а нам нужно скопировать нашу кнопочку. Вставляем. Здесь пространство удаляем. Кнопка будет по высоте и по ширине, как по контенту. Мы ее расположим по центру. Видите, мы еще в библиотеке не можем обратиться через App для указания отступов, для указания местоположения в контейнере, потому что нет подключения через библиотеки App. Когда у вас нет такого подключения, вы вводите App, она выделяется красным цветом. Ставите курсор мыши за ней, за ней, пока она, можете на ней даже встать, пока не будет белое подчеркивание. И нажмите сочетание клавиши and enter. Это сочетание клавиши подключает, импортирует любое подключение. Видите, появилось подключение для библиотеки App. И теперь можно указать, что мы хотим разместить верхнюю часть к верхнему краю родителя. Далее, нижнюю часть к нижней части родителя. Левую часть, давайте правую часть, правую часть родителя. И левую часть к левой части родителя. И так она выровняется у нас по середине. Также мы должны указать текст для кнопки. Просто вводим текст, напишем каталог, допустим. Так, конечно, нельзя прямой текст писать, нужно через ресурсы string это делать, но об этом я уже рассказывал вам. Давайте дальше, текст, текст color. Цвет текста мы поставим, собака Android. Обращаемся к библиотеке Android и поставим белый. И далее мы также укажем с вами фон, кнопки background, Android, black. И завершающий слэш ставим, слэш ставим для того, чтобы завершить, закрыть наш этот виджет. И нам нужно наверху еще айдишник поставить. Для обработки клика по этой кнопке назовем его старт каталог. Все отлично. Home. Здесь нам нужно ввести событие обработки по кнопке. Для этого обращаемся к бандингу. Ставим точку и вызываем наш старт каталог элемент. Вызываем, ставим точку, вызываем его метод setOnClickListener, то есть прослушивателя по клику. И здесь передаем объект view, вызываем метод OnClickListener. Теперь нам нужно написать переадресацию, то есть организовать смену фрагментов, но с помощью Android.Architecture.Component. Для этого мы указываем объект view, ставим точку, вызываем специальный метод findNavController. Ставим точку, вызываем метод navigate. Здесь обращаемся к ресурсам, ставим точку, вызываем айдишник, то есть мы будем сделать смену по айдишнику. И теперь у нас возник вопрос, что должно выступать в качестве индивидуального идентификатора. В качестве индивидуального идентификатора должен выступать айдишник смены фрагментов. Когда мы сделали стрелку, вот здесь в графе, у этой стрелки присвоился определенный айдишник, вот он, видите, айди. Ставим курсор сюда, вся область выделяется. Нужно этот айдишник скопировать. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C, переходим обратно в класс и сюда в качестве айдишника после айди ставим точку и вставляем скопированный класс. Но тут, видите, после view, где точка, нам нужно поставить, если у вас, ну, вот здесь, где точка выделяется красный, просто перед точкой поставите вопросительный знак. И здесь вопросительный знак. Так как view в данном случае у нас является нулабельной переменной. Так, все мы сделали и теперь можем запустить и посмотреть, как все это будет у нас работать. Итак, смотрите, у нас запустилось мобильное приложение. Мы кликаем по кнопке. Посмотрите, как происходит моментальная смена экранов. То есть, по факту, заменился один фрагмент другим. Если бы мы делали это с Activity, то это бы нас заняло где-то полторы секунды. А так это делается меньше, чем за полсекунды. Просто моментально. Поэтому мой совет вам, используйте этот подход, потому что это является отличной практикой. И это поддерживается подходом и концепцией клиент-код, то есть чистого правильного кода. Поэтому обязательно делайте это. Запомните, всегда используйте Android Architecture Component. Используйте Data Binding. Ну и о многих других фишках, которые вы должны использовать, мы будем рассматривать еще в рамках этого курса. Но это еще не все, что можно сделать с Android Architecture Component. Еще можно настроить анимационные эффекты.